Всем привет, с вами Димон, вы на канале Всю Китай. Ну что ж, друзья, в последнее время у нас очень редко выходили новые видосики на канале, потому что я, наконец-то, продал свой старый фотик Panasonic G7. Но дело в том, что перед этим я взял и на всю коклету, как говорится, затарился на сайте Алиэкспресс. Поэтому денег на покупку нового фотика вообще не было, и я все-таки решил взять кредит и купить Panasonic GH5, о котором я мечтал, потому что это чуть ли не самая лучшая камера для блогеров, да и вообще это очень даже универсальное решение, которое я взял в кредит. Но объектив я уже купил за свои бабосики, это у нас тоже Panasonic 12-35 с диафрагмой f2.8. Короче говоря, максимально универсальный и очень даже хороший объектив. Так что вот теперь вот начинаем работать, потому что смартфонов накопилось много, да и, в принципе, надо как бы новости выпускать. В любом случае, хочу вам всем сказать спасибо, потому что благодаря вам я смог себе вот это вот все позволить, да и вообще вы красавчики, главное поддерживайте меня лайкосиками и комментариями. Потому что я стараюсь выпускать максимально честные обзоры, хотя я заметил, что всем уже наплевать на все эти честные обзоры. Людям, правда, уже не нужна. Ну и, конечно же, чтобы эта вся лапша была подана максимально красиво. Короче говоря, с вас поддержка, а с меня нормальный честный контент. Ну а сегодня у нас Redmi Note 9 Pro будет сражаться с Redmi Note 8 Pro, так что присаживайтесь поудобнее и поехали. Ну что же, говорить о внешнем виде двух этих смартфонов мы, конечно же, не будем, потому что каждый из вас решит сам, что ему больше нравится. Каплевидный вырез или же отверстие в экране? Супер большая лопатень или же относительно небольшая лопатень? А вот материалы корпуса мы, конечно же, обсудим, потому что оба смартфона получили стеклянную нормальную заднюю крышку. И это хорошо. А вот торцы выполнены, к сожалению, из пластика. Но все равно сборка идеальная. Никаких претензий у меня нет. Note 8 Pro уже пару раз у меня вылетал с велосипеда на асфальт, и все хорошо. Только появились царапины на экране, и все. А так к сборке нареканий нет. Оба смартфона получили USB Type-C, разъем для наушников, светодиодный индикатор уведомления, также инфракрасный порт присутствует. Ну и самое главное лично для меня это наличие NFC, потому что оба смартфона NFC получили. Note 9 Pro может похвастаться полноценным лотком для сим-карт. Это, конечно же, круто, а в Note 8 Pro только комбинированный. Redmi Note 8 Pro получил IPS-матрицу на 6,53 дюйма с Full HD+, разрешением. Note 9 Pro получил тоже IPS-матрицу с таким же разрешением, но диагональ уже 6,67 дюйма. Начнем мы с яркости. Да, минимальная у них плюс-минус одинаковая, а вот максимальная все же выше на Redmi Note 8 Pro. И это странно, согласитесь? Оба смартфона, конечно же, будут у вас радовать красивой, насыщенной контрастной картинкой. В принципе, нареканий нет. Но под углами все же инверсия цветов чуть больше в Note 9 Pro. Белый цвет превращается немножко в серый, ну и, конечно же, теряется яркость. Простыми словами, в Note 8 Pro до сих пор отменная IPS-матрица. Звучание. Ну что ж, напомню, что для меня это максимально важный параметр при выборе смартфона. И тут, к сожалению или к счастью, только один лидер. Это Note 9 Pro, у которого громкий, чистый, объемный звук. То есть, за эти деньги все хорошо. В Note 8 Pro, к сожалению, динамик средний. Ничего удивительного вообще нет. Средняя громкость и среднее качество. Короче, Note 8 Pro, ну такое себе, Note 9 Pro красавчик. Присаживайтесь поудобнее. Берите вкусняшки, чай, компот. Или же, возможно, у кого-то есть... Берите вкусняшки, чай, компот. Или же, возможно, у кого-то есть... Холодный большой арбуз? Да, я бы не отказался от вкусного, сладкого и... Холодный большой арбуз? Да, я бы не отказался от вкусного, сладкого и сочного арбузика. Разговорный динамик, микрофоны, датчик приближения Все тут на плюс-минус одинаковом уровне Разницы нет никакой Эргономика и удобство использования Ну что же, тут, конечно же, лидер Note 8 Pro Потому что смартфон компактнее У него рамки вокруг экрана меньше Диагональ экрана тоже меньше Да и, в принципе, им пользоваться удобнее Потому что Note 9 Pro, как и Note 9s, просто огромная лопотень У которой качелька регулировки громкости находится максимально высоко И пользоваться ей неудобно Хотя это просто мое субъективное мнение Производительность Note 9 Pro получил Snapdragon 720G Набор памяти у меня 6128 Note 8 Pro получил процессор Helio G90T И набор памяти у меня 664 Процессоры этих смартфонов находятся на плюс-минус Одинаковом уровне производительности Начнем мы с встроенной памяти Да, оба смартфона получили UFS 2.1 Но вот скорость все же немножко быстрее на Note 8 Pro Страшный троттлинг Итак, в 15-минутном тесте Потеря на Note 9 Pro составила 14% На Note 8 Pro 15% В получасовом тесте На Note 9 Pro потеря составила 20% На Note 8 Pro 21% Ну что ж, если говорить про повседневные задачи То тут, конечно же, лидер Note 8 Pro Потому что данное устройство давным-давно продается У него уже давным-давно стабильное программное обеспечение И нареканий к данному смартфону нет То есть все болячки, которые были, уже давным-давно исправили И все тут работает хорошо Про Note 9 Pro такого сказать не могу Да, даже на старте продаж Тут все адекватно Хотя иногда бывают различные ошибки В последнее время почему-то начала вылетать камера И она выдает ошибки Но вы должны понимать, что на данный смартфон Пока что ни одного обновления не прилетало Поэтому, я думаю, все это поправят По скорости работы это плюс-минус одинаковые устройства Потому что быстрая память и тут, и там А производительность процессоров находится на реально плюс-минус одинаковом уровне С игрушками у обоих смартфонов проблем нет Потому что PUBG на Note 9 Pro идет на высоких настройках С высокой частотой кадров и все хорошо А вот на Note 8 Pro можно установить почти максимальную графику То есть максимум плюс ультра частота кадров Call of Duty запускается на ультрах и там, и там Короче, можно играть и не париться Ну и, конечно же, пару слов скажу о танках Потому что если вы фанаты мира танков То Note 8 Pro для вас не подходит Потому что на высоких настройках будут качели от 30 до 60 фпс На Note 9 Pro таких проблем нет Там стабильные 55-60 фпс Но, еще раз повторюсь, это высокие настройки Не ультра Нагрев смартфонов Ну что ж, начнем мы с 30-минутного теста на троттлинг И Note 9 Pro выдал 39 градусов на батареи и 41 градус на процессоре Note 8 Pro выдал 40 градусов на батареи и 44 градуса на процессоре Час игры в PUBG на максимальной яркости плюс Wi-Fi Note 9 Pro выдал 41 градус и там, и там А вот Note 8 Pro выдал 48 градусов на процессоре и 44 градуса на батареи Но вы должны понимать, что это показатели летом То есть на улице 30-ти градусная жара, а в комнате, ну, минимум градусов 22 Так уж точно А вот зимой или в нормальную погоду все будет гораздо ниже Разблокировка смартфонов Ну что ж, оба данных чуда, конечно же, получили обычные сканеры Но в Note 9 Pro он находится на торце, это максимально удобное расположение На Note 8 Pro он находится сзади По стабильности и по скорости Конечно же, сканер лучше на Note 8 Pro, потому что он работает адекватно А вот в Note 9 Pro, да, иногда все хорошо Все быстро, все стабильно Но вот анимация тут немножко глючная То есть ты нажимаешь на сканер, ты слышишь звуковое выдымление А потом через пару-тройку секунд загорается экран Или наоборот, экран загорается, а звуковое сопровождение потом Ну, короче говоря, есть еще небольшие нюансы к программному обеспечению А иногда вообще все нормально Ну, короче, надо ждать Разблокировка по лицу тоже быстрее и стабильнее на Note 8 Pro Потому что на Note 9 Pro есть определенные нюансы Иногда все быстро, а иногда все не очень быстро И смартфон подтупливает Короче говоря, ждем нормальных стабильных обновлений И я думаю, спустя там пару-тройку месяцев Скорость у них будет плюс-минус одинаковая И стабильность тоже Автономность Note 9 Pro получил аккумулятор на 5020 мАч И очень быстрая зарядка идет в комплекте В Note 8 Pro аккумулятор поменьше На 4500 мАч и зарядка тоже поскромнее идет в комплекте Еще раз вам повторяю У нас есть различные тесты автономности Которые проходят все интересные смартфоны Которые я покупаю для обзоров Ну и, конечно же, ссылочка на подробную таблицу Есть всегда в описании под видео Я думаю, вы прекрасно понимаете, кто тут красавчик Да, все верно Это Note 9 Pro Потому что 8-нанометровый процессор и банка на 5020 мАч решают Он прошел все 8 тестов без каких-либо проблем А вот Note 8 Pro прошел только 7 и вырубился Потому что основная его проблема Это большой жор заряда батареи под нагрузкой Простыми словами Note 9 Pro живет спокойно Два дня при средней нагрузке Не напрягаясь А вот Note 8 Pro только полтора А если вы будете нагружать данный смартфон То только один день И все Ну что ж, у нас остались камеры И знаете, говорить про мегапиксели мы не будем Потому что они тут плюс-минус одинаковые Так что сразу к делу Начнем мы с шириков Да, они тут одинаковые на 8 мегапикселей Но это бюджетный сегмент, грубо говоря Поэтому рассчитывать на суперкачество не надо На Note 9 Pro выше резкость, но шумов больше На Note 8 Pro шумов меньше, но при этом мыльная картинка Короче, бюджетные ширики и все Обычный режим при хорошем освещении Ну что ж, комментировать ничего не буду Все оставляю на ваш суд Но если вам интересно мое мнение То Note 8 Pro на данный момент все же более стабильный И у него более спокойная цветопередача Хотя это мое личное мнение В общем, друзья, вот вам куча примеров Смотрите и оценивайте Субтитры сделал DimaTorzok Плохое освещение И сразу к сути На Note 9 Pro шумодав агрессивный Он все сглаживает И получаются стерильные фотографии С минимальными шумами На Note 8 Pro детализация и резкость выше Хотя при этом и шумов больше А также отмечу, что на Note 9 Pro шикарная работа С источниками освещения И это круто Короче говоря, все оставляю на ваш суд Смотрите и оценивайте И, конечно же, делайте выводы Кто вам больше нравится Note 9 Pro или же Note 8 Pro Смотрите и оценивайте Ночной режим Однозначно лично мне больше нравится На Note 9 Pro За счет меньшего количества шумов А также зачастую фотографии Банально ярче И больше информации По всей площади фотографии Фронтальные камеры максимально разные Note 9 Pro всегда перебащивает с резкостью и насыщенностью А в Note 8 Pro все в точности Да наоборот Ну что ж, друзья Вот такое вот у нас сегодня получилось сравнение двух братьев И знаете, я в принципе все вам по полочкам разложил А вы уж там решайте сами Какой смартфон вам нравится больше И какой смартфон вы, конечно же, будете себе покупать Но если подойти к данному вопросу со стороны бюджета То Note 8 Pro до сих пор остается максимально вкусным предложением Потому что на глобальном рынке у них разница в целых 50 долларов Если говорить про базовые модификации 6,64 Если говорить про 6,128 То там разница уже в целых 60-70 долларов И по факту вы переплачиваете за хорошую автономность За нормальное звучание Ну и, конечно же, за возможность играть в танки без каких-либо проблем А вот стоит ли оно этого или же нет Решать только вам Потому что если покупать смартфон прямо сейчас И получать максимум от него То это Note 8 Pro Если же вы смотрите на перспективу То, конечно же, Note 9 Pro это более выгодное предложение Хотя и пускай оно сейчас стоит и дороже А вот если вы у меня спросите Димон, переходить ли мне с Note 8 Pro на Note 9 Pro И я вам тут, наверное, отвечу, что не надо Это не то огромное, большое, скажем так, улучшение За которое вам стоит переплачивать Я бы, наверное, с Note 8 Pro переходил бы на Note 10 Pro Ну что ж, вот такое вот у нас сравнение Надеюсь, данное видео вам понравилось Я рассчитываю на вашу поддержку Потому что это, конечно же, очень важно Прожмите лайкосик, напишите свой комментарий Ну и, конечно же, друзья, нажмите на колокольчик Выберите все уведомления Потому что, если вам не наплевать на судьбу нашего канала То, блин, камон, давайте, прожмите этот колокольчик Ну и, конечно же, все ссылки на данные смартфоны Я оставлю в описании Там вы сможете купить эти устройства По максимально выгодной цене Ну а с вами был Димон, канал Всюкитай Всем удачи, друзья, не болейте Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok